МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новогодний концерт по сказке «Щелкунчик» и «Мышиный король» с участием творческих коллективов города. Помогла тебе, и мы вместе смогли одолеть эти злые чары. Иначе и быть не могло. Третий межрегиональный конкурс, посвященный памяти Виктора Павловича Дубровского. Я желаю всем участникам, чтобы они победили, и успехов, чтобы они не волновались сильно. В полицию города Вязьма обратился хозяин продуктового магазина. У него возникли сомнения в подлинности двухтысячной купюры, которой несколько минут назад расплатился неизвестный. Подробности истории далее. Незадолго до обращения в полицию, неизвестный расплатился этими купюрами в продуктовом магазине, после чего скрылся на улице. Подозрения продавца подтвердились. Купюры номиналом 2000 рублей были поддельными. Позже сотрудникам полиции покупателя удалось задержать. Им оказался неработающий ранее судимый житель Ростовской области 45 лет. Он признался, что 180 купюр Банка Приколов приобрел на рынке в Москве. В Вязьме, где его и задержали, он успел расплатиться ими в трех торговых точках. В настоящее время в подразделениях медознаний между муниципальных отделов МВД России Вяземский и Гагаринский возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы. Самая известная новогодняя история «Щелкунчик и мышиный король» вышла в свет в декабре 1816 года. За два столетия легендарное произведение превратилось в кино, мультфильм, балет, оперу и стало одним из неизменных символов Нового года. Прикоснуться к мировому культурному наследию удалось и в Десногорске 19 декабря. Все невероятные мечты сбылись в новогоднюю ночь. Не верите? И вы не верите? Тогда давайте посмотрим, как это было. Новогоднее представление по мотивам знаменитой сказки Эрнста Гоффмана «Щелкунчик и мышиный король» – это самая настоящая магическая рождественская история. Главная героиня Марии становится случайным свидетелем и участником волшебных событий. Ожившие игрушки под предводительством главного героя «Щелкунчика» борются против армии злого мышиного короля. Дай-ка мне вот эту вот игрушку. Она мне нужна. Давай, 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 давай. Я не отдам, это мой «Щелкунчик». Я не дам вам причинить ему зло. Так, ну-ка быстро отдавай, а то пожалеешь. Ах, так получилось же! К театральным постановкам эстрадные коллективы города своими творческими номерами внесли в представление ещё больше красок и волшебства. Различные тематические танцы, новогодние песни и, конечно же, сюжетная линия сказки. Всё это вместе сложилось в один большой волшебный новогодний мюзикл. Конечно же, как и в любой рождественской истории, добро должно победить зло. Эта сказка не исключение. Как оказалось, «Щелкунчик» – самый настоящий принц. Спасти его от колдовства и заточения может лишь любовь прекрасной девушки, которой и оказалась главная героиня – Мари. Я счастлива, чтобы помогла тебе, и мы вместе смогли одолеть эти злые чары. Иначе и быть не могло. Доброта и любовь, которая живёт в каждом из нас, помогают продавать любые трудности. Новогодний концерт собрал полный зал гостей. Родители и дети с огромным интересом наблюдали за происходящим на сцене. Такие представления наглядно демонстрируют самые лучшие человеческие качества и учат детей доброте, любви, преданности и, самое главное, вере в волшебство – исполнение своих заветных желаний. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ирофеев, Десна ТВ Виктор Дубровский – заслуженный артист, дирижёр, скрипач. Он внёс значительный музыкальный вклад в развитие музыки и культуры как в Десногорске, так и в Смоленской области. 20 декабря в Десногорской детской музыкальной школе прошёл конкурс, посвящённый его памяти. В 1986 году тогда ещё в посёлок Десногорск приехал знаменитый советский и российский дирижёр Виктор Дубровский. По приглашению первого директора детской музыкальной школы Галины Мозголиной он начинает работать в школе и становится руководителем класса скрипки, ну а после – основателем оркестра русских народных инструментов. Теперь в музыкальной школе имени Глинки проводят различные культурные мероприятия в честь памяти этого знаменитого и талантливого человека. В нашей школе важное событие, важное культурное событие, потому что конкурс, который проходит в нашей школе, он проходит не так часто, проходит раз в два года. Это третий межрегиональный конкурс, посвящённый памяти Виктора Павловича Дубровского. Коллектив музыкальной школы гостеприимно встретил всех участников конкурса. В этом году мероприятие обрело значительную популярность. 68 молодых участников в возрасте от 8 до 15 лет приехали из разных городов Смоленской области. Оценивали мастерство юных музыкантов опытные преподаватели музыкальных школ. После торжественного открытия начались прослушивания, которые проходили сразу в двух залах. А пока участники ждали своего выхода на сцену, мы решили узнать, насколько они готовы к конкурсу. Я, во-первых, желаю всем участникам, чтобы они победили и успехов, чтобы они не волновались. Конкурс проходил по нескольким направлениям – гитара, скрипка, домбра-балалайка и баян-аккордеон. Участники в течение всего дня демонстрировали своё владение музыкальными инструментами и играли различные знаменитые произведения на сцене, где когда-то выступал сам Виктор Дубровский. Ксения Вьюшкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ. На этом выпуск завершён. Больше интересного на нашем сайте – desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова